Чеши Я не явно Ты умеешь хорошо Заливаешь, мразь Занятия, проходите, дети Не мешай, он играет, пускай играет Не лезь, отойди от него Как же так Игнат Сиропович, вас зовут Занятие Занятие Начинаем Сейчас Вноси Покажите Включай Подарок ваш посмотрим Кто-то подложил мне А я ей отдаю 3,8 мм Еще одна А если 12 мм Это Чехол Попробуй Как будет она У тебя электрическая была? У меня на аккумуляторе А это лучше Да Ну на аккумуляторе удобнее Потому что провод за собой не тянешь А может быть она и на аккумулятор еще может Сейчас попробую Это Молитва, молитва Тихо Смех И все Вместо Смех И Вместо Вместо Господи, благослови наше занятие по Слову Твоему. Не допусти нам уклониться ни на право, ни на лево от Чисто. Прибудь с нами в этот воскресный день. Духом Твоим Пятым веди нас по Твоим окровавленным стопам. Хвала Тебе, чести и поклонение Отец Тим и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 7 глава, 15 и 16 стихи. Берегите все лже-пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете. Собирают ли сокровища... Ой, слушайте, собирают ли стерновые капиталера или трепейника... Достаньте, а где конец имей? Нет, нет, ну тот провод-то сделай, чтобы достать. Толкование. Разверните. Валяра, размотай. Овечьи обыкновенно бывают сестры и притворные, посему говорит, берегитесь. Они предлагают сладкие лечи, являют, по-видимому, в житии честное. Между тем, внутри или в сердце их скрывается удочка. Под овечью одежду, разумеется, и так ротость, какую пользуются некоторые лицемеры, для того, чтобы обласкать и обольти. Больше ничего не надо. Они узнаются по плодам своим, то есть по делам и жизни. Хотя бы они для других на время и скрывались, но для внимательных всегда бывают явны. Вопросы? Примеры? Примеры. Еретиков у нас, конечно, мало, поэтому примеров нету. Примеры, кто еретиков приведет? Что они судьволки хищные? Что они деревья бесплодные? Кто приведет пример? Мы сегодня два стих начнем привозили. Семнадцатый стих. Ясно. Так, всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Лицемеры суть тернии и репьи. Тернии, потому что выизвляют тайно репьи, как хитрые и находчивые. Под злым же, то есть поврежденным деревом, разумеет всякий, кто, кого растлевает изнеженная и распутная жизнь, кто имеет дела лукавые, смрадные, неприятные богу. Восемнадцатый стих. Не может дерево доброе приносить плоды худые, и дерево худое приносить плоды добрые. Толкование. Пока оно зло или испорчено, не может, если же, переменится и освободится от порчи, может приносить добрые плоды. Потому что всякий человек от своей воли бывает или худ, или добр. Заметь же, Господь не сказал, никогда не будет в состоянии приносить добрые плоды, но только до того, пока испорчено. То есть были случаи, что еретики оставляли свое заблуждение и возвращались в Лоно-Православную Церковь. Вот это и вопрос. Дерево плохое. Так, пересядем на эту сцену. А ты туда, на ту сторону. Тарасий, я в минутку, в этой трое, двое, пересядьте на эту скамейку. Сюда, да, да. Вы заслоняете детей. Больше никакой причины нет. Вот все у нас как надо будет. Добрые плоды. Что это такое? Добрые плоды, добрые плоды. Дерево бесплодная. Что такое добрые плоды? Добрые дела. Еще вариант. Добрые дела. Штурман с добрыми делами. Ты подразумеваешь. Когда вопрос задают, прекратите чертать. Нищий сидит. Послушайте, ответить надо. Нищий сидит около церкви. Вы подошли к нему, он шляпу протянул, такую кепочку, драненькую. Вы ему туда бросили монету. Или кто-то бросил. Доброе дело сделали для нищего, нет? Доброе. Доброе. Так, нищий, что пошел потом делать этот нищий? Чтобы на шапку не думали, я перевернул. Нет там денег. Нет денег. А? Если он и вправду нищий, тогда это доброе дело. А если что-то не нужно, тогда... Хорошо. Вопрос еще один. А как тебе распознать, это добрый нищий, или это нищий, который твою монету заберет вместе с собой в ад, и ты туда же, и сдохнешь ты, как сказал Путин, просто, а не попадешь в Сахту Небесное. С этой монетой вместе, которую ты дала ему. Вот как нам узнать, доброе это дело или нет? Что лучше сделать, когда вот сидит этот нищий? Что лучше? Какое доброе дело нам сделать? Ну-ка, тихо. Купить ты лучше, какие-то, может, продукты питания. Если он откажется, то... Вот это, вот это, правильнее уже. Так, ну-ка, еще. Может, подарить ему библию? Сейчас детей спрашивают. Уберите руки. Проповедовать это еще лучше. Нищему встать и с ним поговорить. И узнать о нем. Узнать, кто он такой. Может, ему действительно, может, помощь. Так, дети, отложите это все. Вы еще не слышите, не видите. Этот нищий окажется как блаженный Андрей. Он тоже был нищим. И единственный, кто увидел, как покров Пресвятая Богородица раскинула над Константинополем. А никто не знает, у грехов этого праздника нет. Почему? Ну, он не русский. Кто-то там, какой-то раб этот Андрей увидел там что-то. Мало ли что он увидел. А мы, как российские люди, мы это празднуем, мы, как сказал патриарх, сегодня у нас великий праздник. Я думаю, ничего, что дрогнул. Как будто Третья Пасха уже у нас на год. Вот так вот. Я неоднократно говорил, а почему не сделать так? Покров Божьей Матери распростерся над Сталинградской битвой. Сколько положили там? Или почему не сделать так? Покров Божьей Матери над Мальштейном прошел и русских коснулся. И Ленинград разблокирован. Почему не сказать, что праздник в честь победы на Курской дуге? Если там они празднуют освобождение от каких-то странностей, а почему вот эти хотя бы три? Или взятие Кеннексберга, перелом в войне. Откретно. Этот праздник на 14-е, но теперь другие числа сделать-то. Игнатинович, вот немножко уже дошло до этого, что будет это. Потому что сейчас Шойгу постановил сделать храм воскресенья в Москве, который посвящен победе во Великой Отечественной войне. Ни одного храма такого нету. То есть они уже доходят до этого. Скоро будут эти праздники. И будем отпевать там всех, кто невинно положил русские души. Я не общего там не говорю. Просто отметить этот день переломный для русского народа. Но явное дело, что я все время до сегодняшнего дня в интернете ставлю такой поиск. Когда Гитлер понял, что проиграна война? Разные-разные моменты говорят. Он это понял в 41-м году. Я хочу узнать, когда он понял это и покаялся в злодеянии своем. Меня это очень интересует. Почему? Потому что от этого зависело все. Он говорил, никого нет выше немецкой нации. Это наркотическая нация. Там Олимпийские игры. Они все медали как китайцы взяли. А Олегов выиграл, даже руки не подал ему. Но это не все. А когда получилось, что немцы потерпели поражение, Гитлер сказал, что эта нация не должна жить, пусть она вся исчезнет. Поэтому бились до последнего. Лучшая нация. Все время восхвалял ее. Встретился с недочеловеками, ультерменьшими. А что, всю немецкую нацию сказал, я с собой покончу, и вы тоже. Вот это я неоднократно указывал, писал. А мне все время говорят, это не от вас берут, там шаги и прочее. Я не говорил отпевать, ничего. Отметить. Отметить, потому что за этой цифрой стоят сотни тысяч побитых. Это явно будет, все знают, там явление Божьей Матери было. Возьмите там, что там было, не было. но победа-то была. Больше 30 километров на Курской Дегер практически не продвинулись. Битлер без ягорода стоять до конца, до последнего. А тут дал приказ откат. Потому что все его пантеры, все тигры, все пердинанды, больше половины осталось, 60 процентов на полях, говорят. Нет, 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 нет. Не надо. Допустим, не так. Но главное, дал приказ, редчайший приказ, чтобы отступить. 100 штук всего. Да, чтобы сохранить остатки на этой битве. Я этому говорю, что это было бы живо, понятно, живые фронтовики, семьи их, и как бы люди праздновали, Божья Матерь сокрыла. Я ничего не меняю, но только сердцевину поставить другое. Не тот там юронию видел с Епифанием, а никто не видел. А это все видели, что победа явная. Вот никак они не могут к реальным подойти, чтобы Слово Божие было живо и действенное и заговорило с нами. Вот начинают там Илья, Ливийские горы. Просто взять победу. Не поминать там никого. Ну, помните главнокомандующих там, какую роль играл Рокоссовский, Жуков. Ну, можно это все сделать живым-то, ничего нету этого. Мертвичины какой-то, тянет и тянет. Мы в греческий храм пришли 14 октября в Москве. У них служба нормальная. Мы подошли к его батюшке, к греку, в Москве. Он говорит, а у нас вообще никогда этот праздник не отмечался. А какой праздник? Юродии увидел-то. А что он там видел-то? А что они отступили, а при том он сказал после, когда было. Вот как сейчас от Славик, Крашенинников, вот в Америке два больших дома упадут. Она писала уже через год, бать написала, когда уже совершилось это дело. А он пророчествовал. Ничего этого не было, никто не знал. Сегодня все доказано. Вот это мы что говорим, слышим, нужно так подтянуть, называется это слово нерусская экстраполяция, перенос событий на сегодняшний день. Да, это с нами. Да, вот там-то разбойник на кресте заговорил, когда уже попался. А это я. Мне вот так вот все подперло в 23 года. Мне нет выхода нигде. И вдруг Бог открыл дверь. Библия в моих руках. Чего я не ждал, я томился. Для меня это праздник крестовозвижения. 27 сентября это было. Понимаешь как? Ничего у меня нету. Позвожай-ка. 19-20 стих. Иван Докрисович, моя глава. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Толкование. Это направляет против иудеев. Как Иван говорит им тоже. Матфея 3.10. Человека сравнивает с деревом, так как, если захочет, может быть привит от бесплодного греха к добродетели. Подобно, как прививают бесплодное дерево, чтобы было плодоносно. Я хочу заметить плодоносно это дерево. Дело все в том, что если не будет научения, то привить очень сложно. Поэтому первым делом должно быть научение от чего? От Слова Божьего. Потому что через Слово Божье к нам приходит спасение. Жизнь вечная через Слово Божье по-другому никак нельзя. А вот допустим в нашей сейчас стране на сегодняшний день переводим. Это практически людям негде научиться вести себя по-доброму, по-настоящему по-доброму. А никакие примеры смотрят. Вот она не даром сказала, что я бы положила денежку и это доброе дело. Вот почему она так сказала? Потому что она видит, как другие это делают. Если только рядом с церковью постоять, ты научишься только самому никудышнему только ват идти с этими примерами. Зайдешь в храм Божий и то же самое. То есть у нас куда не попади. У нас на приеме у Путина, когда слушай его, можно больше каких-то положительных примеров взять на сегодняшний день, нежели от церковнослужителей и в храмах. Вот все как от самого порога начиная и до макушки храма. Ну все они по Евангелию. Вот как научиться этому доброму, брат? Как привиться? Вот они прививаются, кто ветви. Мы привили, слава Господу, через Игнать Тихоначем. Показал нам, как прививаться. Он показал нам, не то, что через него, показал Слово Божие. А дети, а вот этот 18-летний мальчонка, который такое дело натворил, и главное, сам застрелился еще добавок ко всему, это надо было так научить. Это как у мусульмане уже учат. Раз ли ты там герой мальчонка? когда к вам обращаются, вы пощащим меньше щеркаете. Это ничего вам не даст. Это урок изобразительного искусства, урок рисования. А здесь занятия Словом Божьем. Мы уже привыкли, и они ничего не слышат, и не бьют. Так, положите ручки себе. Положите, больше не берите. Ручки, карандаши положите, посидите. Я вам задам вопрос. Вы знаете, что была Великая Отечественная война? Все знают. Кто знает? Руку поднять. Она не знает только. Так, а вы знаете, что была такая борьба за город имени Сталина, Сталинград? Да. А вы знаете, сколько погибло там русских? Много. А какая армия была у Петербурга? Она знает. Она знает. Я помню, не знаю. То есть они не знают. Давайте поставим задачи. О чем я говорил сейчас? Чтобы дети узнали. Милость Божия была явлена. В этом городе. Там всего оставалось метров 200 до Волги. Не могли взять. Практически Китлер неоднократно объявлял. Сталинград взят. Но еще 180 плен тысяч попадут. И присвоение генерал-армии Фридриху Фаурису звание фельдмаршала немало не помогло. История целая. Мы должны увидеть милость Божию. Это был переломный момент. Дети должны знать историю. А мы знать историю должны знать для того, чтобы Бога прославить. Мы русские люди. Сейчас спрашивать, о чем я говорю, не знаю, кто историю будет просвещать. Привязкой к Слову Божию. Израиль там всегда отмечал обновление обновления храма, когда вернулись. Десятая глава Евангелия Танда говорит, а взятая это из Боковейска. Ссылка на Боковейску, которую сектанты не признают. А был праздник обновления. А во втором Боковейске написано, и был праздник обновления. На эту книгу не каноническое Христос ссылается. Иоанн ссылается. А сектанты нет, а мы Библию признаем. Оторвав 11 них, они уже теряют ее. Дальше. Когда вы это узнаете, необходимо знать историю, потому что мы бы здесь не сидели сегодня, может быть. Славяне должны быть выселены за Урал. Останутся те, которые рабы будут обрабатывать поля. Нам так преподают сегодня. Примем пока так, как говорят. А дальше что было? А дальше я называю еще несколько это разблокировка Ленинграда Санкт-Петербурга по-сегодняшему и Курская Дуга. Дети должны это знать, потому что были видения Божьей Матери немецким солдатам. И видели русские явления на небе перед самой битвой. Речь шла о самом страшном сражении в мире. Речь шла тысячи танков одновременно, особенно под Прохоровкой. И вот тогда этот день и сделать как бы национальной памятью о погибших. Покровом Божьей Матери. Ну, можно это с 14 непонятного времени принести сюда. А то покров, почему? Народин знает, все сельским хозяйством. Я дома вырос в религиозной семье. Покров, земля покроется снегом. Снегом. А молитвы какие? Молодые в это время уже свадьбы игрались. Пресвятая Богородица, покрой меня женишком. Это тоже по-своему оправдывалось, она не искала где-то на стороне. А еще что? Все у нас. У нас отец говорил воздвижение. Он говорил не воздвижение, а сдвижение. А что такое? Никогда он не говорил. А это вся тварь уже на зиму сдвигается. Мыши, змеи, лягушки уже по домам расходятся. У нас салендарем по погоде. А что воздвижение, там Макарий поднимал руку, клал на крыль. Ну это для кого-то. Люди не знали. А Пасха что такое? Крашеные яйца. Мы бегали. А воскресение Христа, что он умер за меня, лежал в могиле такой в этом склепе, ни слова. Христос воскрес говорили. А что как воскрес где? Где был в это время весь апостольский чин, как воина пошли продали спасение дрожащими руками взяли. Сказали они его украли. Если бы они это сказали украли, за них не было ходатайства и всех надо было казнить. Согласно их же регламента военного. Ну Ир не нашел, как Петр ушел? Они знаем, спали. Спали сколько? Четыре четверицы, шестнадцать человек солдат. Казнить всех и всех казнили. А Петра нету. А то дисциплина была. Уснул, уснувший должен быть немедленно убить на месте. Зачем он такой сторож? И поэтому он сторож, скажи сколько ночи. Перекликались они. Перекликались. Спать нельзя было. У нас заснул человек, еще нету. Ощущение залез, он на вышке спит. Какое-то ощущение непонятно нашего солдата. Он его по башке стукнул и вниз головой спустил. и он живой остался. Спать в свое время надо. Я вам такие мог истории рассказать по своей службе. Поэтому надо молиться обо всем. Просить Бога прощения, что мы ничего не знаем даже истории своего государства. А у меня отец пришел из-под Смоленска в 41-м году. Самая битва была без руки. Три родных дяди, матери и братья все остались там. Повезло как проскочилось. Нам есть что вспоминать. А что в Греции? Никто не знает. Два еродьевых Андрея и Епифания ученик. А ты видишь? А что это такое? Божья матерь покрывает город. Я не против, но события довольно разные все таки. Сталинградская битва стоит видишь. И причем из Константинополя к нам. Так слушайте внимательно. Вам а бумагу-то портить вы и дом это сделаете. Матфея 7.21 Не всякий говорящий мне Господи Господи войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Такование научает нас, что если мы будем иметь веру без дел, не получим от того никакой пользы, ибо не сказал сотворивший волю однократно, но творящий Оную до самой смерти. Не сказал при том волю мою, дабы не соблазнить слушателей, но волю Отца Моего. Хотя нет сомнения, что воля у Отца и Сына одна. Матфея 7.22.23 Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Вот эти слова давайте попытаемся восстановить. И он скажет им прямую речь выделить. Вот в аптестове вы издали Новый Завет, и где слова Господа красные. Это тоже очень сильно трогает душу. А так считаю, что он сказал, где что красным выделено, я не знаю, жирным или нет. Я потеряю roll когда на занятиях раздавайте. Как вы понимаете такого? Говорите это. То, что Господь говорит. Отойдите от меня проклятый в огонь вечный. Не знаю вас. Ну, как ты шла? Ну, как отойдите от меня проклятый в огонь вечный. А ты как считаешь? Отойдите от меня проклятый в огонь вечный. А ты как считаешь? Каждый не Ни один не прочитает правильно. Не входят в это состояние. Надо проникнуться этим. Бывает, Ахосова говорит, ты враг всякой правды, сын дьявола, доколе будешь совращать прямых путей Господних? Вот он сказал Ериму Волхву. Ну как прочитать? Давай, Валерий, начнем с тебя. Ничего нет. Иностранный язык знаешь, преподаватель, фехтовальщик, я уж не знаю, ахидо знаешь. Боевой мужик. Бийского, вспомни и читай. Давайте по порядку. Бийского, ахульника, вспомни и читай. Вот типа как у тебя были чувства такие? Да, это мы только мужчины, женщины не подходят здесь. Ну что у нас тут еще есть? Василий Николаевич, просчитаешь это? Какой интонации просчитано было? У него нормальная. Ты враг всякой правды, сын дьявола. Покажи. Где они откроются? Ну, это-то подойдет, тогда я никогда не знал. Это нет, слова Христа не будут. Суть не подойдет. Именно, а человек сказал? Ты враг, это надо смотреть. А он не запомнит. Ты, говори, ты. Все шутки. Враг. 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 А смысл? У меня Васю хорошо получается, как Кадыров. А ты Борова не подстерегал? Ну, мужчины, кто возьмется просчитать? Он подокнул и все. Ну ладно, хорошо. Так, ну, просчитай. Скажи, он говорит там, ты враг всякой правды, сын дьявола. Доколе будешь там вращать прямых путей Господних. Вот на тебе рука Божия. Ну, и он выкался налево-направо, не знаю куда выйти. Давай, считай, как? Я почему-то в твои силы верил. Я ему там сказал, вот если бы это был булок, он бы вам прочитал. Надо открыть Библию. А? Надо не на слух, а Библию открывать и читать. Ну да, может быть. Ну ладно, в общем, знаете что? Вникать его надо в это. Вникать, правильно, да. Вникать. Какая обстановка была? Проконсул Сергий Павел. Считается, что с этого момента стал себя называть Павлом. Именно важный листок. Проконсул. Губернатор края, области там. Представитель президента. Федеральный инспектор. И что дальше? А дальше случилось невиданное. Мгновенно человек ослеп и искал провожатого уже. Не доказательств искал, а провожатого. Вот так Бог делает. Когда нападают. Тут бывает в интернете. Одно предложение скажет, что они умыкаются налево-направо. Не знаю, что дальше делать. Сегодня очень большая беда. Что мужчины стали подкаблучниками. Что женщина скажет, то лишь бы только ему разрешили сидеть на диване и переключать на какой канал выйти. Больше ему ничего не надо. Вот там живут, он живут как голубь с голубкой. То, говорит, во время палочки тронут, то она в хортичко вылетает. Перевернутая пирамида. Жена доучится в безмолвии. Учить жене не позволяю. В прошлый раз я съезд на скамейке. Один человек решил выходить, а я тут сказал, что в другом месте. Зачем залезла, когда могла, чтобы никого не... Тут поднялись все эритики. А это женщина, он жестокий. Вот вроде она уже все. Ей в туалет надо. А теперь 80 лет. Это тут уже они запах слышат от нее там. 2000 километров. Ничего не будет. Вон там прошла, свободно. И все. А один только выступил. Говорит, вы подкаблучники. Рот-то разделил. Говорит, это его жена. Он ей распоряжается, а не вы. Он за нее перед Богом отвечает, а не вы. И все заглохли. Исидор Пилосиот говорит, жена тем более привязана к мужу, чем более сурово с ней обращаются. Сурово, необходимо. Если кто-то вылезет где-то, значит прорвало. Пузырь ткнули точно. Значит, никто не будет так позорить человека, как не умение держать язык. Всякое естество покорил. На львах верхом ездит. Медведь на мотоцикле гоняет. А язык укоротить не может. Жене учить не позволяю. Павел сидит, она, а видал я Павла? И быть безмолвие. Выполни это. И ты уже наполовину пути царства небесного. Это мучить мусульманок не надо. Их учат день и ночь. Она рта не раскроет. Продвинутая вперед страна Германия. А там приходят журналы, и там написано. Она такая-то, такая-то, и живет там-то, вес такой-то, знает кто-то, то другое. Ищет знакомство. И немцы заказывают ей, плачут билет или сам летит туда и женится на ней. Ему говорят на конемах сколько, не замужем-то. Почему на иностранке? Я знаю, на том женился. Я еду в командировку, я знаю, что никакой другой на моей постели спать не будет. А эта своя, он ее искать не знает, придет, она уже на 10-й там площадке. 80-е знакомство. Это все пишут сегодня. А они учат. И не надо говорить, вы хвалите мусульман. Так есть за что. Я определенно только о женщинах говорю. Сто процентная сохранность девства до брачной ночи. А это чего стоит? Он говорит, в седьмом классе не знает. Он расстрелял-то где? Тут когда потерялись пять девушек АГТУ. Ну, там приехал заместитель генерального прокурора, этот Колесников был здесь. Я говорю, сейчас кого-то найдут. Возьмут на допрос. И ведут два милиционера. Я картину прямо нарисовал. И сейчас, и вдруг поднимаются. Он ударил и с 10-го этажа упал. Убился все. Это он, он, он. Мы нашли. Так все и было. Ведут его не на наручник. Одно кольцо здесь, а другое за это. А другой рукой тут и за другого милиционера. Куда прыгают-то? А здесь идут, разговаривают, смеются, смотрят. Он бежит к раме, бьет. Они глядят, разбился нет. А там внизу караулят добить его. Вот все, мы закончили. Больше его нету. А никого не нашли? Никого. А мне говорят, а вы знаете, что под подозрение подпадал ваш потеряевский лагерь там? Я говорю, нет. А вы помните, к вам приезжали, спрашивали, примите нет такого-то наркомана? Ну да. А какой человек был-то? Да это, говорит, приезжал-то Киргизовая Ксения, отец. Киргизовая фамилия, это запомнятая. Он был, когда посмотрел, говорит, о нет. Что бы она делала-то? Завербовалась. Все, кто ее зомбировали, она у нас тут картошку варит, сама бедра носит и ничего ей не доспелось. А ее нету здесь. Вызывают колдуна главного тут в Барнауле и допрашивают. Так, вы в жертву приносите? Он говорит, конечно. Наше учение такое. Сатанисты. Сатане поклоняются. Которые говорят, в Библии это написано все правильно, только одно неправильно. Последние битвы Сатана победит. Христа свяжет и в огонь бросит. Так вы все-таки приносите в жертву. Говорят, ну это наша вера. Мы никак не можем. А случайно у вас вот этих не были. Он говорит, вы значит веру плохо знаете. Мы приносим в жертву девственниц. А где вы студенток наши девственницами? Вот весь ответ. Ну кто говорит, виноват, я и не знал это. И стал распаривать, что они девственницы или нет. Тут и проверять не надо. Их бы всех посадили. Вот и все. А то я когда сказал, о чем эта группа Дятлова в палатках беседовали. Ой, это то время. Вы ничего не знаете. Они все девственницы были. Ой, ой, ой. Ничего вы не знаете. Я ничего не утверждаю. Но говорю, о чем парни с девушками остаются. О чем они разговаривают-то? Все неверующие. Хи-хи-ха-ха. А чего они вдруг палатку резали и бежали? Последние все погибли. Почему? Десант американский. А? Американский десант высадился сверху. Сейчас рассказывают правду всю. И они паралитическим газом их всех окурили. И они начали что попало делать. Это каждый день новые-новые версии. Но сейчас новая американская. Агапии показали. Агапии фотографии показывают. Лыковой. Она посмотрела. Она не знает. Ой, а лиса-то мертвая. Лиса темная. В Бога не верят. Она на фотографии смотрит. Отшельница. Красноярская. На базе. И ей открыто. А эти мне открыто. А я когда выставил. А мы с кем с тобой беседовали тогда. Говорят, эти старики-то пожалуй правы. Им явился дьявол. Показал свое лицо. И они ринулись. Лишились рассудка куда и что. А как? В житиях было. Такое как раз и было. Их никто не бил. А зачем американцам приезжать сюда кого-то бить? Кому они нужны? Игнать Игнатьевич. Игнать Игнатьевич. Там они самое главное нигде не говорят. Они говорят. Там изувечены. Там ребрышки поломаны. Там самое главное. У них пятерых что ли. Изнутри нанесены удары. Изнутри как будто их били. Это вообще только сатана может. Ребра ломаны. Сверху удара нету. Игнать Игнатьевич. Я и говорю. Тебесы изнутри. Все это рвали. Почему? Они пришли доказать что это гора манси. Которая считается неприступной. Где жертву приносят демонам. А мы их не боимся. Демонов нету. Нету. Мы вам покажем. А летали которые все время эти объекты не... Это что дьявол? Неопознанный объект это дьявол. Тут все сходится. А в эту ночь когда им погибнут. Там в селе не одно манси. Там шаман бессовался до утра в губен бил. Почему? Жертву принесено. Девять человек. Я им все по полочкам разложил. А вы откуда-то знаете. По ребрам изнутри. Кто поломал все. Сверху ударов нет. А изнутри как можно ударить человека? Изнутри надо залезть и там переломить. А это может сделать только демон. Все везде умалчивают сейчас. Языки вырванные. Это мыши могли съесть. Но переломать ребра изнутри мыши не могли. Лавина пришла. Они говорят там голое место. Какая лавина? Откуда ей быть? Она на горе находит. На холме. Да нету там ничего. Там кого там гора. И люди которые говорят. Ну мы докажем. Бертолет один упал. Еще что там было. Сколько гибло. А сейчас приезжают. Иконки везде повесили на соснах. А почему этих не трогают? Освятились. Благословились. Святой водой покропили. Демоны ничего не могут сделать. Группа дятлова. Это мои ровесники. 56 что ли год. Я только 10 класс закончил. Да. Девственности все до одной. Они знают. А я то знаю как в это время вели наши ребята. И что там было. Девственности. Вот перед войной. Кто там? Гальдер написал об этом. Что процент девственности. Чуть на 99 процентов. Гитлер памятную записку написал. Такую нацию нам никогда не победить. Не победить. Потому что на основе веры. Эти люди такой крепкой. Держат так женщин. В девственности. Такое потомство рождается. Их не победить. А каждый герой. Каждый патриот. Это не рабы. Пошли. Игнатий Иванович. Так это. Вы сказали им что. Что они узнают. О Сталинградской битве то. Ну потом как-то собрать. Сейчас у нас. А собрать их. У нас здесь по программе. А потом отдельно где то. А потом отдельно провести. Чтобы учили вас рисовать. Не просто черкать. У нас же есть такие. Кто умеет рисовать то. Или никого нету. Мы можем пригласить. За бесплатно. Скажем. Накормим до света. Я могу сходить в изобразительную школу. Здесь. С таким уклоном. Поговорить с учителем. Вот один придет. Заранее приготовить блокнотики. Все. Он будет вам уроки преподавать. Это мы можем сделать. Можем? Ну я не знаю. Ну в крайнем случае можно заплатить. Бесплатно привести имею ввиду. Конечно. В Библии написано. Человек который не понимает. Он не слушает. Там черкает. А потом. Что? Как сон и пробуждается от сна. Он ничего не помнит. Картинка такая. Мужчина на полу лежит. Вот так вот. Скотерку тянет. Тут посуда вся она положена. Аннушка над ним. Миша. Ну ты же обещал в последний раз. Да мало что по пьянке не скажешь. Все. Это вот такое дело. Ты же спала? Нет. Не спала. Не спала. Почему еще не знаешь? Иногда человек еще не говорит. А голова крутится. Не согласен. Голова крутится. Как Ткачев Андрей говорит. Придет Илья-то. Он отвинтит вам голову. Нет. День пророка Илья полная храмная битва. А в воскресенье никого нет. Ну да. Вы правы. Почему-то люди очень не любят историю. Я заметил это. А если они не любят историю. То жития святых. Никогда никто читать не будет. Потому что если история. Это реальность такая. Ну там ничего. Ни Бога нет. Ничего там. Ну просто. Корабль плыл-плыл. Не доплыл. Или доплыл. А здесь так. Жития святых. Это же с Богом связано. Никогда не будут читать они. Если они не полюбят историю. Вот если бы сказать. Вот ко мне на дом режиссеры приходили. Почему-то они избрали. Чтобы я выступил у них в фильме. По строительству этой дороги. Когда заключенные работали. Я говорю. А вы меня хорошо знаете? А привел кажется Кузнецов. Да я еще не знаю. А какой дороги? Вы о чем? Ну вот. Чуйский тракт. Да. Я говорю. Я вам буду отвечать. Не как у вас в программе-то. Ну нам это и надо. Я говорю. Я буду так отвечать. Что это последний ваш фильм. Который на экраны не выйдет. Вас выгонят. А почему? Я скажу кто виновен. И они никуда не делись. Они пенсии хорошие получают. Которые Вавилов других расстреливали. А может он прав? Он говорит. Ну все. Да ладно. Пошли. Я вам расскажу одну историю. Попутно. Сюда. Житие и вставе этого. Плакиды. Потом он примет крещение. Это военачальник. Ну по нашему. Какой военачальник? Может полковник. У него жена. Двое детей. Иоанна и Аркадий. Как мне помнится. Он с сердцем был добр. Всем помогал военачальник. Ну и развлечение было какое. Охота. И вот они на охоте. На конях. Может с собаками. Где-то. И он видит самый красивый олень. В одну сторону. Те за тем. Те за другим. А он за немы. Которые сзади ординарцы отстали. И олень заскочил на гору. Он смотрит. А между рогами крест сияет. Вот представьте. Это могут сегодня сделать то. Голливуд. И дальше что? И голос раздается. И далее он идет домой. И далее как ему является. И что? И он делается христианином. Принимает крещение. Жена и дети. Конечно. С военной службой покончено. Пенсию он получать не будет. Как депутат. 450 тысяч. И он переходит с одного места на другое. Ему садится на корабль. А жена красавица. Только она ступила. Он говорит. Сходи. Сдернуть. Он на берегу стоит. Садится. Это нельзя. Убрали. Трап то. Так. А жена там кричит. Заломили руки дальше. Вот тебе. Жена моя теперь. Поднимайте паруса. И ушли. Это можно, знаешь, как показать? Душа разжигающая сцена. Он один с двумя детьми. И он теперь идет. Ему надо переходить. Река не глубокая, но бурная. Он берет одного ребенка. Переносит на ту сторону. Идет обратно. До половины. Ты когда шел, слышит крик. Откуда идет? Там выскочил медведь. Сходил ребенка. За одеждой поволок. Он ай-яй-яй-яй-яй. Глядит туда с той стороны. Волк второго ребенка схватил. И он среди реки в слезах утопает. Он остался один. Никого нигде нету. И далее, как история будет, я только коротко скажу. Эти по разным местам, но они сойдутся в армии. И они будут лежать. Они не знают, что родные братья. И будут разговаривать. А за забором оказалась мать. И будет разговаривать. А ты как? Я не знаю. Я маленький был. Мне шесть лет было. Отец куда-то шел. Почему-то мамы не было. И лев напал на меня. Я думал, он меня съест. А он, говорит, меня затащил там. А там люди были на покосе. Они бросились на него с вилами. И он бросил и убежал. А ты как? Как похожа на меня. Но у меня, говорит, по-другому было. Так же было. Но волк меня потащил. А там рядом люди после увидали. Стали стрелять. И он меня бросил. А тебя как звать? Он говорит, я им сказал Аркадий. А тебя Ян? Да у меня тоже Ян был. Они обняли. Да мы родные братья. А за забором-то слушают. И сейчас не могут сказать отец или мать. И далее как они соединятся. Нарисуете эту картину. Шторм. Буря. А тот поехал. Который-то. И дорога его. Удар. Сердце остановилось. А жена была продана ей там рабство. Они сойдутся вместе. Какие-то неточности. Какие-то неточности. Биографии. Но смысл тот. Вот одна биография. Это история. А потом потребуется снова воевать. И что дальше за то будет? Никто не может вести. Давайте Суварова или Кутузова. Наполеон уже в Москве. Давайте. Его вызывают. И далее будет одержанная невестательная победа. Для той Родины, которая гнушалась им когда-то. Это одно шитие. А сколько таких. Начнешь когда-нибудь считать, смотреть. Возьмите Яна Дамаскина. Вообще не выскажешь. Игнатий Ильич, Кутузов чуть-чуть перед Москвой его взяли. Да. Он же Бородинскую только выиграл. Ну, сдали. Ну, да. Все равно сдали. Деваться уже некуда. Ну, я так и понял. Понятно. Я на всякий случай. Теперь. Теперь. Мы говорим о житях святых. Мы сказали, а дальше нету. А начните молиться. Господи, дай режиссера доброго, чтобы житей святых оживили. И придумали там разные побосемки, как вот сейчас ставят притчи. Православные ставят. Востроя, настроя. И главное что, берут из произведения Льва Толстого. Игнатий Ильич, а если Георгий Победоносец снять? Все. Нет. Георгий Победоносец у всех, у греков, у итальянцев. И никто не знает ничего о них. Его не канонизировали итальянцев. Ах, они знают. Нет. Это опасная фигура. Ну, да. У него что было, только было введение у людей о нем. А у него ничего нет. Его арестовали. Он был в Барлии, где Кретьяна. Его арестовали. Вели наказу. Он проповедовал. Обратилось тем сейчас. Его там арестовывали. Ты христианином. Я христианин. Там тоже есть кое-что посмотреть. Да. Ну, нет. Ну, все дальше нет ничего казнили. А все остальное, копьем там, девушку спасала семиглава змея, это все в видениях было. Ну, тоже житие. Нет. Это настоящее житие. Нет. Так мы можем сказать. Посмотрите, где проповедовал Мария Магдалиевна. Вот. Вот. Это же фильм из фильмов был. А Фома Апостол в Индии. Да. Интересно тоже было бы. Индусы вообще для вас закрытая тема сейчас. Вам понятно, о чем мы говорим? Язычество сплошное. Вы отвлекаетесь все время. Он даже не слышит. Положить все это. Вот эти отвлекающие маневры, движение руками, теребление поводков, это все. Недисциплина. Ты воина и не сесть. Пошли тогда. Ну, вам дали намек. Нас не будет. А вы потом оживите и скажите, давайте искать режиссера, чтобы он поставил жития святых. А вот сегодня было, вы сказали, какие? Я бы сегодня назвал. Я их насчитывал. Составлял симфония вон лежит. Ну, составленная. Я бы показал. Ну, немножко. Ну, хотя бы сто. Андрей Стратилак тоже серьезная тема. О, там такие есть биографии. Я говорю, и Анна Дамаскина. Я Виталию, Виталию Калинник ему привел этот пример. Он же за войну все. Я ему привел Андрея. Он такой, подумал тут, посидел, почесал так в боку. Никакой логики в этом нету. Послушай дальше. Ты знаешь, что Виталий задолжал элементы 300 тысяч. Ему никогда не рассчитать. Но дело не в этом. Ну, узнал, да и все. Мы потеряем. Он пришел, там где-то работал. И потом говорит, да мне батюшка заплатил там в десять раз больше, чем я ожидал. А Игорю там пошел и Игорь заплатил так много. И он десятину присылает еще. А там теперь лежит десятину. Ну и это не конец. И вдруг у меня очень хорошая знакомая, семья одна. Но жена Ирма в Испании. Вот она мне помогла один раз, помогла другой. И они вышли на него и предложили ему поехать в Испанию на заработки. Он мне написал позавчера, кажется. Сейчас документы оформляю. Но его жена, а элементы этого не есть, она без него не выйдет. Ну, а теперь я ему скажу, ты жене скажи, тебе моих алиментов-то никогда не видать и не заработать. А если ты меня оттуда не против, ну, пять тысяч евро пять и семь тридцать пять. Триста тысяч тебе, пятьдесят мне. Он заработает там, но только чтобы он на сеновале не прятался, как потеряет. На работу послали, он на сеновал залез и спит днем. Я его пропесочил, как следует. Он поехал, кое-что принял. Вот что интересно. Вот у нас были там разные люди. Один уехал, беснуется против. Другой где-то срывается. А Виталий ни разу, ни после первого посещения, ни сейчас, ни слова. Нигде. Мало того, еще начал помогать, стихи насчитывать. Я уж не говорю про Сергея Егоровича Игнатова, там юриста с Украины. А вот жили вместе. И не один день Виталий жил. Ну, этот-то приезжает юрист на десять дней, там на пятнадцать. А эти-то, бесследно-то не прошло. Три человека, которые выехали из Потеряевки. И все по-разному. А Виталий-то тоже отказали, он уехал в первый раз. Я ему сказал, что ноги твоей не было здесь. И он не обиделся, ничего. Так там я еще один раз его столкнул. Ты же знаешь, когда я его переселил в отдельную хибару. Вот так. Мы должны реально подойти к тому, что считаем, и воплотить в этой жизни. Считай. От Москвы 7 глава 23 стих. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. В начале проповеди многие изгоняли бесов, хотя были между ними и недостойные. И демоны обращались в бегство, собственно, от имени Иисуса. Благодать действует и через недостойных, так как мы, например, освящаемся и через недостойных священников. И Иуда творил чудеса, и сыны Скевы. Что же касается до слов «никогда не знал вас», то это значит «я не любил вас за лукавое сердце ваше». И тогда, когда вы именем моим творили чудеса, знанием здесь называется любовь. «Я не любил вас». Знать, кто он и узнал, Бог не может и не вызнает. Чтобы спастись, нужна правая вера и правые дела. Ни один еретик в Сарстве Божьем не будет. Так он хороший. Хороших в аду много, очень много. Все должно быть от него и к нему. 15.5 Евангелия. Он говорит, без меня не можете делать ничего. Да как же мы добро делали? Это не ко мне относится. Можно вопрос? Вот помните, как всегда говорите вы о монахах, что монахи виноваты в том, что пришло мусульманство. Там Мухаммед ходил. Там же в этот момент, как раз это начало шестого века было. Конец шестого, начало седьмого веков. 1600-е годы. И там очень много еретиков было. Как раз про еретиков я имею ввиду. И еретики, они же как раз их изгоняли из Иерусалима. Тут отовсюду их изгоняли христиане. И они как раз тут по границам с Аравией этой селились везде. В Несториане и за раз три там был рядом с ним. Да. Может быть просто как бы этот Мухаммед не доходил до них? Не знаю. Он купец. Он далеко был. Он очень успешный купец был. Жената его раз давно старше была. Ну то есть вы считаете, что он просто принимал то, что ему было ближе? Да. Значит мне сказать очень трудно. Но главное, что он научился не от православных, а от еретиков. Что он слышал? Хорошая память. Интересующийся всем человек. И он откуда взял то, что Христос не умирал? Когда это основа основа. Как это можно было? Даже еретики почти все. Этого никто не говорил. Ни один еретик не говорил. Что они говорили? А теперь говорят. Ему который Джебраил являлся в пещере, говорил. Это со всеми Джебраил был. Ну понятно. Вот так. Ничего не могу сказать. И вот глядите еще вопрос. Туда же. Почему-то никто не отвечает. Вот он как бы получал письма. Прямо из воздуха. А где все эти бумажки то? Письма и так далее. У этого же ничего нету. По письмам они ничего не переписывали. У него диктовалось. Ну. Где же Бараил говорил ему. А они исчезали потом. Это у Елены Бловацкой были. Прямо во время собрания. Письмо падало ниоткуда с ровного потолка. А у него в пещере когда он был. И мужа тоже поспалил. Являлся и говорил. А иногда он под обман впадал. Он даже не скрывает. И говорит. И ревел как дикий осел. Понимаешь. Вот Антони Великий. Вот я считаю Жития Святых. Ну я признаю Великий. Ученик его. И вдруг ученик говорит. Раз за другой. Ко мне приходит Ангел. И все рассказывает как надо делать. Какую шапочку сшить. Какие тапочки сделать. Все это рассказывает. Он говорит. Вот так. Что то не сходится у тебя. Да как же быть то. Ну ты сам приди посмотри. Ну как. По той келью два монаха. Это не хорошо. Надо мне келью построить там. Ну рядом. Метров двадцатый. И как он явится. Ты крикнешь. Я приду и познакомлюсь с ним. Он пришел. Живет. День. Два. Три. Неделю. Никого. Никого. Только ушел. Как является сразу. Это контактер. Он говорит. Он только что был. Только говорил. А ты не знаешь. Почему он при мне не явился. Там случай такой. Рассказ. Это другой. Он нашел так. Выступ. А потом так. И как-то залез он туда монах. А обратно слезть не знает как. И меня он сюда занес. Ну ему стали веревку там как-то. Добросили. И он поднимает к себе. А что от него там. Она что-то упала. И однажды он учителю говорит. Скажите учителю. За мной там. В середу. В четверг. В два часа дня. Колеситься с неба будет. Как порог Илья. Он говорит. Тряхнулся. Сумасшедший. Да кто же это тебя. Он говорит. Скорее туда идем. Да нет. Успеть бы до двух часов то. Иначе ему капут там. Ну прям желтый что. Ава. Да он сам пришел. Благоухание было. Я видел лимб над головою. Ну как на иконе такой же. Да кто ты такой то. Никому не являлся тебе. Ну тогда посмотришь сам. Ну правда в два часа. Грохот. Колесница. И туда. Он схватил ученика. Держит. Они его тянут. Но они вырвали его. Одежу то. Захохотали и бросили. Одежда полетела. От ветра колычься. Бац. А это исчезло. Он говорит. Вот где твоя участь была. Вот тот упал. Что я надел. Я виноват. Вот и все. Все эти видения и прочее. Вот где оно. Вот где твоя лежит эта разорванная резка. Лежал бы ты растерзанный. А столкник Симеону колесница. Там есть такие. Я рассказываю из жития. Мы можем поверить в это. А ты скажешь я не верю. Тебе никто не составляет верить. Канона нет такого чтоб ты верил. Тем более поминать тоже тех которые проповедовали слово Божие. А они не проповедовали. Можешь их не поминать. Вот так написано. 13.7. Послание к евреям. И еще можно тоже вопрос задать. Вот почему после того как Мухаммед покорил своим словом вот сердца этих арабов там. Ну племени пускай своего. Почему они никакое никаких посланцев то туда не послали в те места где он откуда он в основном черпал для содержания корана то всей истории. Почему они никого не послали то. Они сейчас мусульмане вот для меня. Я с ними не могу нормально беседовать. Они дундуки просто. Они такие ну ляпы. И о Библии говорили. Ну что. Коран все. А Библия позже была. Не. Так а из Библии. Даут. Давид. Это же из Библии. Да. Они знают из Библии. А Библия там потом была. Да подождите. Там потом. Вы че. Это 600 год. Вы говорите. Ну даже. За 600. А Библия. Уже была написана в тысячном году сто процентов. В тысячном. Уже ее экземпляры были. Это. Ветково заветных книг. Не говоря уже потом как собрали там книги Маковейские когда-то. Все это уже. К первому веку. К Рождеству Христову. Там целая Библия уже была. То есть они. Полностью была в первом веке. В конце первого века. Восемьдесят пятое правило апостольское. И они. И они ничего этого не знают. Ничего никуда не послали. Так восхищаются. И Даут. Даут. И ни одно псалма. А Даута. Даут железный человек. Даут железный человек. Кузнец там. Это Даут. Это там такое у них. Даут это все. Это Давид. А ничего о Дауте. Я говорю. А псалмы то есть. С мусульманом встретились. Рядом с сестрой. И я ему начал. Псалом 50. Памила у меня божьему. По великой билости твоему. Он стоит. Улыбается. Это И. Рахмур 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 Рахмур. И дальше начинает. Мне говорит. Как этот. Рамзан Кадыров. Они все так. Одинаково. Подходит сначала. Аллах великий. Милосердный. И. И поэтому. Мухаммед пророки водят. Ей. А потом. Значит один к одному все. Я говорю. Ты на Кадырова сильно смахаешь. Такой. Крепыш с бородой такой тоже черной И точно так же, с басом Я говорю, у вас одно, как вы Библия это была раньше, да? Это надо посмотреть, нет, я такой Не, я посмотрю, я посмотрю Я говорю, посмотри Где ты посмотришь, если ты ничего не знаешь Матфея 7 глава 24-25 Итак, всякого, кто слушает слова Моисеи И исполняет их, уподоблю мужу благоразумному Который построил дом свой на камне И пошел дождь, и разлились реки И подули ветры, и устремились на дом тот И он не упал, потому что основан был на камне Толкование Без Бога добродетель не может быть совершаемым Посему говорит Уподоблю мужу благоразумному Камень есть Христос А дом душа Итак, кто устроит душу свою В делании заповедей Христовых Того не могут сокрушить Ни дождь, то есть падший с неба дьявол Ни реки, то есть вредные люди Размножающиеся от всего дождя Ни ветры, или духи лукавые Ни вообще все искушения У меня крепкий человек будет Вопрос такой или даже не вопрос Ответ Нет, ответ Христос камень и Слово Божие И мы будем научены духом Святосуждения Рассуждения Говорили о мусульманах И как-то Смирнов Говорил, что мусульмане ближе ко Христу Они религиозно талантливые Это Андрей сказал Второе сейчас предложение Андреева, а первое Да, да То есть православная мусульмана Христос камень И вот случай Известный на всю страну Из Дагестана спортсмен Мусульманин Хабиб Нурмагометов Слышали? Я видел, бой этот я смотрел Бой смотрели, да Вот мне брат сказал Я тоже заинтересовался А последнюю передачу по телевизору видели Когда у него интервью брали Так он с Путиным встретился после этого И с Путиным, и с Кадыровым встретились А потом прям интервью И у него на передаче спрашивают Ну он общеизвестный Ему Кадыров там Мерседес подарил Все, бой этот выиграл А перед боем Ну кто не знает эту историю Его этот ирландский полуспортсмен Все время провоцировал Оскорблял его Ну и скушал его Виски поливал Ну Отца его Оскорблял его семью Его религию мусульманскую Оскорблял Он все терпел На, выпей, на, выпей Так плескал На, выпей Он все терпел, терпел Но кровь-то горячая Дагестанская И он дотерпел до боя Во время Горской Во время боя Все, он там вытерпел А после боя Ну как нервы сдали И он перепрыгнул через эту клетку И короче Давай Которые его религию оскорбляли В общем По-мужски с ними По-дагестанинам Да один там был Его помощник Ну и его дружки там тоже И устроили драку Конечно, его лишили там премии Там очень много Да он сам молодец Он-то тоже пинданул его хорошо Этого мужика Ну тут здоровый И у него спрашивают Молодец-то или не молодец-то Ну вот как ты А он-то чувствует Что отец-то его будет За это-то ругать А Путин-то заступился Ты этого ошибка-то За это не ругай Вроде Пусть все знают Что кто Смысл такой Кто к нам с мечом придет По-моему Получит Смысл Смысл Ногой И он-то говорит Я-то хотел Чтобы они поняли Что нельзя так себя вести То есть оскорблять Чувство Но говорит А в душе Ты как-то думаешь Ты прав или не прав Что он после боя Это драку В душе говорит Я чувствую Что я не прав И вот По-христиански И вот еще Другой случай Когда Отец сказал Нет Что все не по закону Говорит у нас Я им вообще не прав И в Коране написано Что бить по лицу Человека нельзя Как бы и все Но вот Зачем Задели его Честь и достоинство Нужно ли Вот эту честь и достоинство Отстаивать И в каких случаях И есть в православии Такой случай Когда Никола чудотворец Ария ударил по лицу Да То есть он честь и достоинство Своей религии Как бы защищал То есть тот говорил Что это не религия Но он всевышнего Оскорбил троицу Ну Не верим И он его ударил За это Ну Церковь его сначала Осудила Потом оправдала И здесь мы этого Хабиба то судим Не оправдала Не оправдала Не оправдала Ну нет Там по другому было Ну как Там же сон был Там представь Богородица пришла Там Афанасий Был Председательство И сказала А это вот мой раб Ну это мой слуга А вы его так Вот И поэтому его выпустили Просто как слугу Вот вопрос в чем Всегда ли нужно Отстаивать честь И достоинство Своей веры Ну с помощью Вот таких вот Радикальных методов Как вот Я говорит Я же православный Я говорит Могу Даже Тебе даже Патриарх сказал Люби врагов твоих Вот это как раз Такой враг Ну а врагов-то Разделять Люби Нет А тот Он сказал Те враги Тех всегда Можно было убивать Кто на нас идет А вот эти вот Враги Которые внутри Вот такие вот Когда в мирное время Вот даже Патриарх тебе говорит Не моги Люби их Федор Милияненко Проповедует Побил Когда это А вообще Чего посвящаете А вообще Бога Ради Бога А крест У него видели Какой Два миллиарда Людей Говорит Сразу обратил Крест Вот так Мужей Но это другое Что интересно Я еще раз скажу Молитва А какое дело До молитвы Я не могу объяснять Каждый шаг Я не знаю Почему Вот сейчас Меня Бог разбудил Сегодня А вчера Другое Все время Почти в каждом сне Я встречаюсь И проповедую И начинаю давать Видим в поезде Там В самолете Я достаю Наши визитки Визитка В кармане Нащипал Доставил С двух сторон Картинки Ничего нету А я Когда-то видел Такие Я так же Не буду Я тогда говорю Володя Сегодня я Завернул Лата Ложусь спать В которой рубашки В карман Положил визитки Ни разу Сон не увидел Когда у меня С собой визитки Во сне Я Шевелюсь Может быть Достану Да и дам Визитку Нашу Я вот что Хотел сказать Вот с этим Хабибом Мне почему-то Кажется Что все Это Было Постановочно Все это Было Действительно Как он Победа У него Не было Очки У этого Были А теперь Когда он Прокинулся Он берет Руку Тянет И душ Поколотил Все Он закончил Удушающим Приемом Его Победа Держался Вы думаете Первый раз У него Уже Семь Что Не в этом Делаешь Ты знаешь Что там Делаешь Ты Если Видел А в Поддубном И в Поддубном Вызвал Его Который Надин Сыр И говорит Сегодня Ты Вот этому Французу Поддайся Теперь Гонорар Твой Будет Четыре Раза Больше Вместо Там Деньги 100 Рублей Получше 500 А то Состояние Огромное А он Вышел На Арену И говорят Вот Этот Вот Мне Говорил Поддайся Ему А тут Губернатор Сидит Сразу Арестовать Его Подделка Такая Мне Кажется Так Что Вот Этот Бой Я Смотрел Внимательно Я Смотрю Что Это Было Постановочное Все Этому Сказали Так Ты За Это Вот Это А Вот Это Вот Так Тебе Еще Не Светит А Если Ты На Самом Последнем Моменте Поддашься Ему Он Выращивался Спокойно Из Дворец Черногории Построит То есть Договорились И в этот Момент Он Надается Ну Сделайте Три Раунда Не Убивай Его А Потом Поддайся А ставки Были На Него И Теперь Проиграли Там Языки Бывает Соревнования Пианистов На Корабле Когда Играет Играет Помнишь Я давал Где-то Ставки Поставили На Знакомого Изобретателя Джаза А Не На Корабельного А А он Когда Играл У него Поперос Лежал К струну Присоединил Она Вспыхнула Огнем И Играл Какое Произведение Ни разу Не Обшипся Только Это Выигрыш Огромный Выигрыш Вот Об этом Поет Владимир Семенович Высоцкий Когда На Конях Скачат Где-то Или На Мотоцикл Гоняются Так Проскакивают Они Натягивают Специально Проволоку Ему Голову Срезают Он Не Видит На Скорости Это Было Или Пониже Там Где-то А потом Проволоку Утянули И Все Что Конь Спотнулся И Упал Перелетел Через Голову И Его Задавил Ну Еще Не Знаете Как Колеса Подрезался Один Другой Помните Нет Колеса Разрезал Колесницу Сделал С Такими Выступами Но Она Попадает Колесо И Дальше Только Специально Такие Это Специально Греческие Колесницы Римские Греческие Колесницы Римская Простая Греческая Мне кажется Вот это Сражение У них Это Не По Писанию Мы Отвлекаемся Сильно Но Я Еще Раз Посмотрел И Думаю Что Это Именно Так Было Игнать Он Не Просто Задушил Вот Бошку Свернул Вот И Все Вот И Вся Победа Будет Сейчас Горец Будет Там Поддаваться Какие-то Поддавки Там Играть Нет Кому Грегору Заплатили Чтобы Он Поддался Триллиант Теперь Назови Кто из Больших Встречается С президентом Страны Триллиант Долларов Ты не Слышишь Ну Все Встречаются Емельяненко Встречается Все Да Не Все Тут За Этим Стоит Чечня Кадыров Что За Этим Стоит То У них Они Как После этого Победа Им Нужна Одна На всех За ценой Не постоим Он Дагестанец Вот и Все Там Все Это Одно А у Нас Емельяненко Был Чемпион Да у У нас Еще За Это Нет Все Ну Посмотри Как он Рамзан Кадыров Подпринимает Да Они Все Так Ворота Ворота Для Всех Он Остановил Все И Поэтому Еще Не Стоило Я Не Настаиваю Не Стоило Поговори Ты только Подайся Дальше Десять Раз Тебе Больше Делать Тут Необходим Политический Момент Чечня Должна Быть На уровне Ну И Проще И Проще Я Ничего Этого Ладно Бог там С ним Но Самое Важное Когда Него Спрашивают У Хабиба Что Самое Важное Для Тебя В Жизни Ты Такой Известный Уважаемый Самое Важное Это То Как Вы Предстанете Вечность Он Заговорил О Вечности Меня Всевышний Не Спортит Побил Я Этого Или Не Побил И Он Говорит О Добрых Делах Вот О Чем Мы Сейчас Читаем То Мусульмане Они Спасаются Добрыми Делами Они Веруют В Христа Сколько Добрых Дел Я Сделаю Но Он На Весь Мир Это Как Б Озвучил Добрых Дел Как Раз Сказал Что Он Сейчас 15 Строит Разных Школ По Рукопашному Бою По Всей Стране Вот И Все Не По Рукопашному Может Быть Спортивный Школ Не Обязательно Добро Делает А Теперь Вспомните Одинсовская Группа И Другие Когда Учили Там В Казани Который Учил А Потом Кончил Всех Руководителей Расстреляли Они Полностью Город Казань Разложили И Везде Везде Наложили Оброк Уже В Москва Врешалось Арестовывать Воинские Части Будет Когда Карате Было Это Ну Там Образовал Клуб Одобряют Молодежью Занимается Он По пустыне Скакали Идальга А Идальга А А А теперь Вспомните Сколько На пути Пытались Его Задержать Когда Воды Там Не давали Где В пустыне И прочее Тут Ставка Стояла В конце А та Ждет Женщина Ее Жеребцы На первом Месте Будет И он Прорвался Но Это Единственный Случай Тем более Коль-то Дикой Оттуда Сила Такая Там Простые Скакуны Падали А тут Уже Стояла Они Решили Уничтожить Коня Когда Везли На корабле Потом Еще Раз Еще Раз Смертельная Опасность И он Прошел Через Это Невозможно Было Так что Это Темное Дело Спорт Это Темное Дело Тем более Большой Спорт Там Огромные Огромные Сумбы Крутятся Фильм Деточки Да Ребятишки Взяли Власть В руку Начали Кто Плохо Женщины Детсадики И богатым Отдают Ребятишек Девочек На ночь Ребятишки Решили Свою банду Образовали Стали резать Подряд Всех А у них Руководитель Чемпион Показывает Все способы Борьбы Я не знаю Класс Или школа Называется Вот так Расстрелял Ученик Школа Да Да Нет Фильм Стоит Там В Дании Где-то Было Они Над ними Издевались И Увезли Его И Оральным сексом Всем Что попало Они двое Два ученика Обоих Они тогда Решили так Вооружились У отца Вытащил оружие Пришли школу И начали расстреливать И они там Наложили сколько А потом решили Друг друга уничтожать Но один остался живой На документальной основе Копировка идет оттуда Они там наложили Сколько И который больше Смеялся над ним Он его Трясется над ним Готово дело Он зашел Как раз в столовую Были это тоже Отзыв В столовую Главное Люди забыли Бога Отсюда все Верьте в Бога Вот сейчас Кто-то ворвется И начнет нас здесь И что ты будешь делать А он стреляет Вот если бы все Когда начал стрелять Никто не побежал бы А все бросились на него И все Кончилось бы Ну убил бы 5-10 Ну не 70 человек Вот все бы бросились Как она быстро не стреляет Ну как войну то было Пробежал бы вот этот Опасный участок А дальше уже Там сзади По башне Он уже ниже не берет Он же прям рядом с зотом И это самая история И здесь была Я не знаю Как птича называется Виде воробья красная На севере И они летают стайно Большими стаями Как скворцы Бывает иногда Говорят на них Кто падает Ястреб или Какой-то Они все бросаются Гибнет очень много Но они все бросаются И бьют в голову И его ослепляют Он падает У птиц это есть Обычно как Вожака убил Но и волки отступили Я слышал это Сам не видел А может быть такое В переводе все удивительно Поехали, Сережа Да Вашими местами Дай мне петь 28-29 стих И когда Иисус Окончил слова сии Народ Дивился учение его Ибо он учил их Как власть имеющий А не как Книжники фарисеи Столкование Дивились не начальники Ибо как они могли Дивиться Когда завидовали ему Но дивился Не злобивый Простой народ Дивились же Не красоте речей Но свободе И важности Христа Который показывал Себя важнее Самих пророков Ибо те говорили Так говорит Господь А Христос Как Бог говорил Я говорю вам Я вчера скопировал Комментарий Из-под одного ролика Потеряевки вор Налил там Несколько канистр Ну и поймали его Тут помог нам один Человек был Дежурил ночами Ну мы с ним Саим рядом Димка его звать Видите Я ему все рассказываю О Боге Наши люди Идут в храм И я его призываю К молитве И мы с ним молимся Я молюсь Он повторяет слова эти Склонился Отзывов Очень много Моих не бывает Так Ну допустим 450 Вчера я их все взял Скопировал до одного Но посмотрел Плохих примерно два Такого у меня не бывает Наоборот бывает И вот пишет Я мусульманин Дагестан Я уважаю этого деда Дальше Я буддист Я там-то в Дели Где-то живу Я уважаю этого деда Как он молился Я в связах был Третий Говорит Я во Франции живу Посмотрел И не верю Что такие люди в России есть Они все злые А тут дед молится А другой говорит Вот стоять Плечу Плечу Говорит этому Димке Намного страшнее Чем срок отбыть Правда И отзыв за отзывом Отзыв за отзывом И страны И из Индии Я уже не знаю Откуда только И все И все одни и те же слова Это Кремень дед Ему только быть рядом С президентом Или президентом Ему только в думе быть Всю думу починить Чтобы они не обирали народ Вот Я выставлю Не сегодня-завтра Этот ролик Сделаю я его Мне нужно Чтобы кто-то задал вопрос Я позвоню Задам Придешь По интернету У тебя с хайп работают Все И мы с тобой поговорим Это готовый ролик Только под одним роликом Столько А другие Там матерки И проще Ну еще в отвал Дэн Тихонович Помните ролик Где у меня там У вас говорите Там два Положительных А у меня Ни одного положительного Где вы заступались Там Параган Где я там Собаку Дэн Тихонович Собаку Собаку при помощи жесткой коррекции ее ставлю на место но жесткий ну там я ребром ладони команду лежать есть сюда там видно но при этом собака виляет хвостом она как бы обогнулся сзади пнул вот тогда я ее поправляю собаки да только буду послушать как его ругали меня там ругали ругали и сейчас пришло за извещение что этот ролик удалили и вынесли предупреждение то есть еще такие ролики будут мы вообще мой аккаунт вообще заблокировали кто-то по ним после да пожалуй 3 месяца замри три месяца действует это до 3 сейчас выпусти ролик как ты любишь у нас собак начни там гладить чихуашку и так далее и все и сразу у тебя ну ладно своих там гладь только гладь а не арида никто не смотрят а то есть техника в общем даже сколько обращения с животными там вот это вот нельзя и ты в камеру все время вот так вот через улыбайся под хвост их особо особо не надо плачьи не сискали ладно ты пастырь добрый вот так прям назови ролик пастырь добрый сама будет смотреть и сказать что у нас издевается удушающий любовь удушающий любовь и права сокрова давайте куда это достойно есть я крово истину блажен дитя богородесу призна блаженную и пренепорочную и матерь бога нашего честнейшую херувин и славнейшую без сравнения серапин без искрения богослова родшую сущую богородицу тя и меча нет помолитесь отец наш небесный любящий создатель мы представим перед твоим величием чтобы возблагодарить тебя достойно и хвалою но это и ангелы не могут сделать прими наши немощные слова и лепить детских как ты велик и всемогущ и дивен ты окружил нас тайной творения своего хвала тебе и позволил нам сегодня собраться и прославить тебя мы просим обошедшим викторию похою в обителях небесных провели упомытарствуй посети болящего сергея валерия александра заповедших нам молиться о них даруй им здравия и исцеления и нас помилуй в чем мы погрешили прости нас и помилуй владыка посети плененных обездоленных покинутых одиноких защити наследие твое они на тебя уповают приготовь эту землю к великим и грозным испытаниям грядущим на вселенную тебе может слава за долготерпение и милость твою отец сын и святой дух господи услыши наши молитвы и прими воздействие рук как жертва вечерняя благоухание приятное перед престолом благодатью господи соедини нашу молитву с молитвой всех святых молящих тебе на небе и на земле дивный создатель наш господь и бог изъеждитель дел своих услыши и исполни молитву всех желающих нам блага и прими нашу молитву владыка неба и земли а всех заповедавших нам молиться о них спаси их господи и помилуй тебе хвала и слава за все вовеки аминь говори владыка слушает и наслышит раб твой аминь с миром божьим по домам спаси христос слава господи